Меня зовут Людмила Шурикова. 80 лет исполнилась в декабре прошлого года. Рисовать все время хотелось, но пришлось заниматься другими делами. Я очень любила живопись. Никогда не думала, что я когда-то буду рисовать. Аксенова Муза. Это моя подруга. Я говорю, что ты вообще-то ничего не рисуешь, когда есть такая замечательная школа Тарасовых. Вот Марина туда ходила. Смотри, как когда-то рисовать стала. Ну и я пришла в 2008 году. Познакомилась. Мне очень понравилось. И очень мне тогда хотелось нарисовать так, чтобы хоть какая-нибудь одна моя картина попала. Хоть на какую-нибудь выставку. Вот такая у меня была. Вот тщеславие такое у меня было. И до такой степени я так достаралась, что в 2009 году в Политехническом музее, можно сказать, это был центр Москвы. Пуп земли, как тогда это говорилось. И там были вот эти выставки. И мои даже. Там были несколько картин. Особенно мне радовалось. Но радовало меня то, что я с натуры нарисовала сарай. Я помню, мне очень нравилось то, что я три утра потратила на то, чтобы его нарисовать. Этот сарай, потому что он уже разваливался. И я думала, что пока он не развалился, надо его нарисовать. Но он стоит до сих пор, никак не развалился. Вот. Ну, и вот начала рисовать. Мне это, ну что дало? Это дало мне умиротворение. Вот так вот можно сказать. И я отдыхала за процессом рисования. Брала много литературы читала, кроме того, что я, значит, была дважды на курсах у Тарасовых. Ну, и можно сказать, очень скучала без них, когда мне не удавалось это посетить. Значит, мне очень, значит, когда я была в каком-то, на 2001, да, наверное, году? Нет, в 2011. И моей маме исполнялось тогда 100 лет. И Дима ей в подарок нарисовал картину «Зима». Если кто-нибудь помнит, он не был опять? Вот. Она у меня там в переднем углу, что называется. Я пришла и говорю, мама, вот тебе Дима подарил картину. Она говорит, он же меня не знает. Я говорю, он знает меня. И очень хотела, чтобы вот такая женщина, которая 100 лет, вот получила такую картину. Уже у меня мужа не стало. Вот, например, этот штук. Это тот штук, который мы метали в этом самом деревне Токарева. И вот он сфотографировал, а я вот недавно его нарисовала. И поняла, что это самое лучшее, что у меня есть, это этот штук. Так что вот, что мне дало рисование. Это было очень по-домашнему, очень по-семейному. И как-то люди были сразу открыты, и ничего не хотелось здесь про себя держать. Вот что есть, то и хочется сказать. Первые вот эти, те, что мы начали рисовать гуашью, да, и потом нам выдали эти книжечки, да, и когда я потом посмотрела, думаю, это я рисовала? Это что, это я могла за два дня такое нарисовать? Это значит, говорит о том, что, ну вот, это вот, ну вот, свое вдохновение и свое, ну, умение вот передать свой опыт и научить рисовать. Причем, вот если посмотреть на первую мою, там, какие-то две каракули, да, а потом уже, ну, не произведение искусство, но, во всяком случае, можно на что-то посмотреть. Нет, ну, говорить один, как о педагогии, это только высокими словами. Ну, какое же пожелание? Рисуйте, рисуйте, еще раз рисуйте. Получите колоссальное удовольствие. Рисуйте, даже если у вас ничего не получается. Они сами просят, что. Да, получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Да, и никогда не бойтесь, что у тебя не выйдет. Ой, как мне хотелось эти цикламены, боже мой, нарисовать. Они, конечно, не очень получаются, книжки немножко лучше. Ну, все, ребята, давайте вот это мне выпили. Спасибо. 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 Спасибо.